Работники водоканала демонтируют старый насос. На Архангельском водозаборе ЭЦВшки то и дело выходят из строя. На этот раз задачу решают кардинально. Вместо устаревшего по всем пунктам насоса устанавливают новый, немецкий. Цель – повысить надежность агрегатов водозабора. Но главное – снизить затраты на электроэнергию. Затраты на электрическую энергию составляют 30% в структуре затрат Ульяновского водоканала. Поэтому данное мероприятие должно нам помочь сократить их, что скажется, конечно, и на зарплате наших сотрудников, и на цене завода, которую получают жители города Ульяновска. КПД у немецкого насоса на 12% выше, а срок окупаемости – 3,5 года. Служить этот агрегат обещает дольше, чем его отечественный предшественник. Только гарантии 5 лет. Принцип действия что тех насосов, что насосов немецких, одинаковый. Но, во-первых, здесь и нержавеющая сталь, и более защищенное электрооборудование в самом насосе, и более как долговечность всего. Ну, немцы есть немцы. Рабочие поднимают новый насос перед установкой. Таких на Архангельском водозаборе будет более 20. Этот водозабор питает чистой артезианской водой новый город, промзону и село Архангельское. Средняя производительность – 55 тысяч кубометров в сутки. С учетом того, что будет большое развитие промышленной зоны у нас на проезде инженерном, нами предусмотрено здесь бурение уже двух новых скважин. Это раз. И в дальнейшем модернизация и развитие этого водозабора с 65 тысяч кубометров в сутки, проектных до 110 тысяч кубометров в сутки. Замена насосов – часть большой программы модернизации Ульяновского водоканала. Предприятия переходят на высоковольтные частотные преобразователи, меняют лампы накаливания на энергосберегающие и автоматизируют канализационные насосные станции. А с Нового года воду перестанут хлорировать, а чистку будут делать по новой европейской технологии. Анна Панова, Антон Грищенко, Борис Шабалдов. Вести. Ульяновск.